Здравствуйте, любители пошаговых игр! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это начало очередного ФФА сериала в Сидмерс Цивилизейшн 6. По мотивам ваших многочисленных комментариев, эта игра будет несколько необычной. Во-первых, мы играем на архипелагах, а не на пангеи. К сожалению, в шестой цивилизации морские юниты не слишком часто используются, если играешь на пангеи, а вот на архипелагах будет поинтереснее, по-моему. Во-вторых, отключена научная победа для того, чтобы игроки так сильно не напирали на науку. То есть победить теперь можно религиозно, культурно, доминацией, то бишь всех захватить, и по очкам. При этом количество ходов уменьшено до 200. По опыту прошлых игр, к этому моменту явно у всех всё будет исследовано, да и победить религиозно и туризмом к 200 году вполне возможно. Кроме того, чтобы все были поплотнее, несмотря на то, что в партии 7 человек, карта будет на шестерых, то бишь маленькая. В принципе, всё это должно оказать благотворное влияние на партию. Ну и традиционно запрещены некоторые пантеоны, которые добавляют слишком большой бонус к силе юнитов, а также бог кузницы, и использование генералов и адмиралов одной эпохи. Опять же, слишком большой военный бонус. Всё остальное, как всегда, так что партия обещает быть интересной. Ну и традиционно имейте в виду, что серий будет несколько, а также не стоит писать в комментариях бессодержательные спойлеры и тем более оскорблять участников. На этом вступительное слово завершено. Приятного вам просмотра. Но у меня из всех стартов этот самый плохой. И вот насчет персии, вот у них же, хотя же вот с дополнениями одну женщину, одну мужчину, одного мужчину уже сделать, да? Не знаю. Вот там Греция, это 8 Периков, мужик, горло, женщина. Вон где-то я читал, что у них по два лидера на выбор, женщина или мужчина. Да, была такая информация, неизвестная пока. Кого, интересно, за персию не выберут? Что-то я не припомню персидских цариц, каких-то знаменитых. Да, то, что у Спарты горга, ты не припомнишь спартанских цариц? Горга она была же, да. Ну она царица, ну так и у персидских царей явно жены были, которые царицы. С таким же успехом их можно... А у нас скорость стоит... Влиятельных женщин в истории этой страны. Сетевая? Да. А что, не видно? Что-то как-то очень долго все смотрится. Нет, стандартно, 5 ходов. А, ну просто было 18, пока я не нажала. Очень странно еще. Да, ну место так себе у меня. А у вас? Все окей. Классно вам. Ну, ходить тут нету смысла и ставить на берегу нету смысла, потому что тут хуже просто. Мы с банами руководцев, этих, в игрование играем, да? Да. Проспал все, да, все наши голосования. Это там, пока я в углу заходил. Не серьезно, что карты архипелаги все равно нужны скауты, чтобы исследовать. Не знаю, я вот скачечкой играл без всяких банок. Интересно, как это получается с ним, по крайней мере. А так неинтересно без них, да? Ну, тоже что-то есть, но... А, ладно, да, любите. Так, Рокко, тебя ждем. Напоминаю, по полтаймера, пожалуйста, все-таки. Ребят, когда на нее последний патчок ходил? В апреле. Ну, вот, можно тут город поставить. Включу значки, чтобы лучше было видно. Так, здесь найду и производство. Да, нет, забыл, что можно было на ретригу ставить город. Теперь его можно захватить. Ну, на архипелаге, кстати, могут и соседи быть. То есть мы вообще играем архипелаг, но карта по размеру маленькая. То есть на шестерых. А нас семеро. Так, скаут пошел. Ну, знаете, пока мне, наверное, одного скаута хватит. Давайте строителя. О, лагерь. Сейчас мне денежек нафармим. Непривычно так, в отличие от пятой циллы, что здесь дуболомы сильнее копейщиков. Тут они имеют бонус против копейщиков, типа... Как против антикавалерийских юнитов у них есть бонус. О! Это я другой континент, что ли, нашел? Или почему у меня сейчас продвинулась международная торговля? Да, другой континент. Прикольно. Если нет птицов в небе, то, когда я умеру... Так, пастбище открыто. Я, пожалуй, куплю вот эту с тремя еды. Именно ее буду. Ну, я считаю, что надо как можно быстрее расти здесь. До четырех жителей. Все-таки. Так, кончарное дело. Горное. Горное дело. Животноводство мы сейчас будем обрабатывать. Вот здесь вот горное дело. И как раз я потом смогу еще ускорить благодаря шахте. Следующим ходом повышение возьму. Полечусь как раз. Видите, он тут не может никаких создать новых юнитов. А еще следующим ходом будет плюс к силе против варваров. Все путем пока. Надо думать, где города ставить, конечно. Раз, два, три. Не хотелось бы далековато, на самом деле. Вот тут можно город поставить. Блин, ну тогда не нарекенду, да? Это не знаменитая, но авторитет. Так, значит, тут мы все берем. И тут производство. Не знаю, пансионы я тут не вижу. Хорошего для себя. Тут еще такое ощущение, что какой-то отросток имеется. Блин, не очень с городами, честно говоря. Ну, предположим, тут. Раз, два, три. Просто ближе я не могу поставить. Ну, могу на медь, кстати. Кстати, а может на медь? На медь? Тогда вот тут можно поставить город. Ну, уже более-менее. Вообще, хотелось бы быстрее плавание. Вот тут какое-то место, ничего. Вот так. Если не зокон попадется, а? Вггшки-то, за ним борьба будет нехилая. Он же там производства, он на морских клетках дает. Да, кстати. Очень хотелось бы, чтобы его не было в этой игре. И его снесли. Или да. Я здесь вижу-ка. Я не могу сказать, что это в Казахстане. Кто на ней? В Казахстане? Да. Ну, я на ней, но мы, скорее всего, на разных островах. Я на Казахстане. Идешь, а на Белоруссии, правда? Да, скорее всего. Давайте, наверное, поселенцы. Не будем тормозить. Ты в Казахстане видишь на другом острове или на том же самом? На другом он, с активным островом. Так, счастье получили. Пока я нефрит не... Не спешу с нефритом. Я, наверное, обработаю дальше скот, а потом медь. Ну да, выглядит, что лучше сюда город ставить. Он и на море будет, и вот эти ресурсы обработает. И этому не будет мешаться. Кстати, пирамиды могу построить, между прочим. И Петру тоже. Надо не забыть, что у меня моя Ганза дает бонусы, если рядом с коммерческим районом стоит. Так, что-то тихо, по-моему, звуки игры, вам не кажется? Ну да, тут тоже хорошее место будет. Тут вот для кампуса явно место, ничего так. Но интересненько будет на архипелагах, как мне кажется. Такая необычная партия будет. Тут невозможно расположить города плотненько, знаете. Придется думать, как города располагать. Вот, давай повинность. Краховая езда, а обработав медь, я ускорю колесо. Да, кстати, а что мне дальше исследовать? Уничтожьте трех варваров, найдите другую цивилизацию. А что у нас по мореходству? Постройте город на побережье. Мне вот навигацию по звездам. Давайте пока астрологию начнем, потом... У меня прям материк. Везет. Не, ну тут не маленькие острова, прямо скажем. Или у кого-то маленький. Да, в России вообще. Негде селиться. Остров называется Пангея Ультима. А это сосед, значит, в трое, восьбой. The world gets stirred up. Тебя довольно обходите, значит. Правда на разных островах. Не знаю, я на своем острове городов шесть могу поставить. Я пока, наверное, не буду ничего менять, оставлю. Не знаю, я не вижу здесь нормального пантеона для себя. Ну, веру от камней возможно. Так, давайте пока мастерство. Ну, как раз сейчас три клетки обработаю. О, вот тут вместо ничего такое. Раз, два, три. Вот тут. Кстати, очень даже... Так. у амбарных нету ресурсов знаете наверное торговца а потом еще одного посела сюда перепрыгнуть 1 2 3 но тут только вот тут возможен город а тут мне не надо плохой будет мастерство и колесо ускорили отлично да тут негде поставить блин такой сложный рельеф получается еще и города так вытянутые должны стоять не все так просто блин тыси сюда сдвинуть можно было бы сюда город на слонов поставить сдвинуть я не могу потому что тогда этот город не влазит да ну да этот не сдвинуть некуда раз внутри только тут можно поставить к сожалению ребят полтаймера там снега вообще какие-то так давайте пока на мореходство переключаться я получу ускорение мы к мореходству привет кунга чё вы на одном континенте нет галеры уже поплыл ну какой галерщик галерон галерист да вот возможно если бы яхин конечно сюда подвинул было бы все немножко проще наверное наверное стоило мне может подвинуть действительно я не видел вот этого всего наверно стоило каменную кладку надо еще давайте следующую каменную кладку попробуем а я хоть закончил полтаймера сейчас посила и потом можно по рабочего что можно просто говори бинь 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 окей так пущу ду галеры довести так ну здесь монумент я построю все все заканчиваю пока не буду менять к ним буду менять ничего все и здесь вот сюда уже на решение пройти те которые люди на островах они поплывут и найдут где им селиться у меня тут например такая вытянутая кишка и не сказать что то семья придется города тупо в линию переставить тут даже не получится как-то ну влиять ганзы этим фабриками гэсами друг на друга вот драка рыбы сейчас захватили город нашу там уже война идет я смысла не вижу бразилии допустимой но объявлять потому что чай сделать андракарами вы сделаны полтаймера теркать и лишь немецкий тиховато слышно я уже на максимум поставил свой тихо так давайте дальше так так по лучшим данном этапе знаешь я не душно рака на ней крутые конечно ну галеры мощность 25 у дракаров 30 городов мощность 15 18 ну я бы разнес тебя одним дракаром этот город ух и прах тоже правильно просто я бы и галеры бы тебя разнес на смысл я бы и захватил зачем не захватил что галеры не захватывает город почему наш ближнего боя бразилия попробуем фигасе не реально хочется специально же на островах появились чтобы мешать нам расселение развитие чтобы никто не встрял из леча так классно классный город был на либо здесь этот город тогда сюда надо двигать а некуда невозможно тахин бы подвинул на одну клетку сюда и все было намного лучше бы все вмещалось так вот или десятой части гриба шла ты же вы понимаешь что ты не сам этого достиг нет я понимаю люди там ну обманывают других чтобы реально потом деньги своровать там то есть ты получаешь за счет своего обмана какие-то осязаемые блага тут при обманывая других игроков просто чтоб убить в этой игре ради ничего то есть ты и сам по себе не победил и сам и себя ничего не представляешь и и всем еще игру испортил что что-то что-то очень терпит никаких последствий за поняту плохо слышно чем он говорит никаких последствий для нас если станет обучим если что-то по вашу гости или посадить тюрьму там какие-то и так и послед так и положительных последствий нету то есть просто нету никаких последствий то делание ничего ради ничего ну ты просто вы говорите что это ощущение от победы да ну ты же понимаешь что ты победил ну несу как-то сказать в стратегической игре хотя ты побеждаешь когда ты что-то с правильно делаешь соображаешь да а когда ты побежащую с помощью багов программы или ты сам не понимаешь что это ну не не тот выигрыш от которого радостно не знаю я не согласен мне каждая партия вот получаю удовольствие от игры как бы то есть она удовольствие от того что ты ищешь путь решения какой-то ты в игре решаешь проблемы определенные там глобальные или или микро менеджменты макро проблемы там против других соперников играешь я вот меня ощущение от победы когда интересная партия была вот это тогда кайф а просто победить так я с компьютером буду играть буду каждый раз побеждать буду молодец такой ну не зря говорил чехов душа человека почем не разберешься совсем разные люди я тут пытаюсь плохо то что вот от действий этого человека ну страдают другие игроки которые вместе с ним играют крайнюю империю пять ходов пока строительство и даже двух строителей успею так каменную кладку пока отложу эти письма не спрятали я встречу сейчас другую нацию хумитер бакс бананами отражается ну ладно разберусь что бакс бананами что блин почему так тихо говорить я не понимаю извиняюсь это не страшно парни на воде или что-то там где ресурс один там за камень изображен или нефрит а вместо него везде бананы я такого бога еще не видел прикольно когда они вместо ядерного топлива вместо урана и урана получается а как а как вы определяете что он неправильно показывает просто на мойте навести мышку да я значок ресурса написан бананы бонусный ресурс а изображен камень или бананы на море вместо рыбы только у меня и бывало так кто оклинк нашел признавайтесь оклинт пошло он есть все-таки на карте до объем сразу стану тут пока сказал не сможет тогда ко мне пробежать тут уже может все таки один на этом огромном архипелаге так это неплохо можно спокойно тут на только ни одного города государства не найдено правда вот в чем проблема некуда послов и бразилец нашел оклинт понятно нет не я я только-только нашел его вот уроку сев переди север дед египтяне нашел его и а где окон боже какой там силе там встречались оправишь уже четыре человека которые с друг другом встретились все да да блин я никого еще не встретил то галере строил нет поэтому не встретил ну я думал что может ко мне кто приплывет но и ко мне никто не приплыву же лучше не дожидайся то проплывут увидишь что флота нет и вынесу не тут у меня вряд ли кстати вопрос а города которые стоят на этих на скалах они атакуются морскими юнитами как его не не стреляющими а вот такими он войска вошелся так 11 ходов пока еще строителя до поселенцев по максимуму строить по тому же чудеса так надо думать где тут еще города ставить галеру в принципе построю отсюда нового ггшка кстати надо будет сюда плыть так наверно надо еще один камень обработать и нефрит вот теперь можно и поставить между прочим полтаймера поставить карточку на строительство морских юнитов плюс вместо наверное опыта кто там на панге и ультимах а у тебя там есть ггшки рядом нет нет ни одного но я только первое галерство так давайте думать где еще города ставить три ну вот тут вот это конечно будет город атомный 1 2 3 4 5 пшеницы вполне может обрабатывать ну конечно я могу на рис поставить ну блин так вообще давайте отметим тут город ставится естественно еще ставится наверно на слонах 3 и видимо тут или лучше шума зашо нас нету научной победы теперь не посмотреть сколько у кого науки вход о это прикольно ну не знаю кстати правильно вот правильно ли они держишь это отключили будем верить на слова ну будем смотреть как бы поэтому тут же можно посмотреть по дереву технологии но там непонятно сколько вход конго с египтом воюет количество науки не отображает он отображается где они находятся но ведь сколько науки не отыщем на одном из реки нет он он решил протестить можно захватить и гадирой город удачных тестов меня выкинул что-то у меня нет ты тут просто конго ты забываешь что город каждый ход 20 на 20 лечится же если бы он не лечился можно было сава ты все что-то говоришь все так все тоже так тихо слышно хорошо я понял а утерьте хорошо слышно что ты тихо говоришь а то что ты ничего не говоришь ты кого-нибудь встретил на острове на каком-то ты там далеко нет не знаю я рядом с египтом не от моего острова то далеко нет надо тупо спамить сейчас города чего отчего как можно больше их если эти все да далеко не надо вообще нефрит обработать ну а неужели это конец моего архипелага что надо по максимуму ставить возможные города на архипелаге так трудовая повинность ну пока я не буду хотя содержание юнитов уменьшается хотя нет мне пока сила сила против варваров нужнее полтаймера сейчас я прошу прощения просто отходил сейчас я быстренько похожу виноват кстати ни одного города государства не нашел вообще это границы плавили вниз разили и внизу да еще бы еще знать сам я где вверху или внизу эти возьму по лесам как-то лесов больше полгода твои границы я вижу да сейчас крутил к ним о бразилии как мы встретились базилица ты где от я от египта на северо-восток еще в берлине сразу одну галеру между строительством морских юнитов стоит американец дашь проплыть в сент-луйцу перегораживать твой спасибо так ну тут еще надо понять где город поставите в принципе 33 то есть можно на рисе ставить к нам русский велигию пошел но кто еще хочу делать в тундре родился моно если это не приводит к тебе счастье веру получил о я смогу по ходу пантеон принять а уже могу блин надо подумать так махини недостаток жилья но сейчас появится посел и недостаток жилья уйдет для природы мы уже вряд ли найдем так что все таки захватывает тебя конга нету я не захватываю двумя двумя он прибыл я обратно захочу были у меня драккар и все было бы иначе пол царства за драккар да не викинги тут конечно немцы конечно с бразильцами тоже молодцы но поэтому мы и забанили данью ты что-то не подумал о немцах и бразилии ну ты знаешь немцы это до подводной лодки еще ого-го а вот эти границы это горга кстати по моему это горга а мне гавань вот тут надо будет ставить видите два ресурса не будут бонусы давать гавани полтаймера бимерок ой в берлине уже лимит жилья ну вот кстати играя на море тут особо не развернешься потому что рек не так много с усыкнул били а мы садиться скаутом и скептику захватывает но ты сомневался пантеон не взял по получаю русскими предложение ты пожалуйста а куда-то она окей я совершенно закрыл его сейчас скину проверяй спасибо буду должен а ты что даже не в тундре в тундре конечно я же сказал внизу внизу вижу да тут нету смысл понимаешь или межелья но тут нету смысла даже не тут нету на какое производство переключить конга а захватил город понятно священные места прикольный тут у вас производство в болотах айс нет пища это лагерь ну лагерь один производство в рудниках на стратегических нет блин ну ты прям хоть ты ну тут а плантации рис да а что он на пшеницу есть что-нибудь интересно лагерей бананы шелк нету ничего да ладно тупо возьму эти границы расширяются быстрее ну нету тут ничего нормального никаких пантеонов еда от лагерей иметь их лагерей раз два типа может быть еще впереди на пшеницу что-нибудь было бы судостроение почему ускорилась две галеры правильно а вот еще навигация по звездам сейчас ускорится отлично и собственно ее и будем дальше исследовать давайте поселенцы шоу столько одна столица мучается так что у нас тут скаут пробежал все-таки вот так вот вокруг оббежал и вот сюда гад такой приперся и всем таки странно что кстати учел испании и америку да на морской карте логичнее было бы испании брать это странно типа чтоб на других эти конкистадоры там что-то делают да не у него там флоту а да да точно армады армады создавать чистое лайне так выделенная мельница возможно построить русский не подкажешь нам справа тебя есть эти какие-нибудь гагашки нет там болин ну на локер просто в магдебург отправлю наверно что у я не в в в в в в и в в интересно это это по-моему бразилец если вот он на моей территории если на моем этом острове или на своем просто у него уже границы до моего дотянулись что у меня как-то показатель науки гуляет то был 9 6 можете какой-нибудь клетка выносить науку у тебя житель туда ушел максимум одна какой-нибудь железо например или чай чайный пакетик прощения религия в смысле прошу прощения религии на выбирать а в этом плане да не не торопись можешь даже не успеть на этот ход мы не против прошу прощения я молюсь в бразилии собирается города ставить быстрее в эту сторону тоже ставить города а Надо еще и армию построить Чтобы с этими варварами как-то разобраться Ну вот это тяжело на этой вот Вытянутой кишке Реально тяжеловато Кстати, еще тут где-то Ну блин, ну тут тундра Откровенно, тут не хочется нигде город вставить Вот эти лошади, да, вот этим городом будут обрабатываться Ну вот не хочется мне тут город вставить почему-то Ну полтаймера уже ж нету там никому выбирать религию Война, война, война Ну уже будет тридцатый ход Ну вот уже может и побольше Я вот думаю этого поселенца сюда везти А вот этим уже тут ставить Сейчас возьму на ускорение Откровение к чудесам Вот через два хода Тебе может еще поселенца Давайте еще поселенца Нет, ты где вообще находишься относительно Кого-нибудь Где-то на планете Ну я его встретил на север от себя Это кто говорит? Это Бразилия говорит Но я чувствую, что он не там Он с северо-восточнее где-то меня, я думаю Будем сказать Да не подозреваешь Забей Есть подозрение, что он не на побережье То есть может где-нибудь там клубинеками На тенечке Русские, а под тобой там ниже есть градок государств? Подо мной снега И конец карты Хорошо Слева есть Окленд Помню ты нашел Правая от тебя, кстати Там тоже гуру государства Нанмадол я тоже нашел Тут, наверное, Нанмадол, скорее всего Так, а чей Окленд? Кто там на него влияет? Либо я, либо Египет Может кто-нибудь из вас его захватит? Нет? Нет и желания Здесь удобнее всего захватывать русскому, я думаю Но он, видимо, не хочет Он хочет его А нет, на Хенжедару Ну, с другой стороны Если два человека будут все время соревноваться Хотя бы Ну, они оба будут получать Шесть послов туда отправят И будут А, типа никто не будет Да, не будет кто-нибудь Сизереном В этом проблема Так Озарение для инженерного дела Что там требуется, по-моему Водяная мельница Нет, древние стены А леса можно вырубать только на своей территории сейчас? Да Как же ты давно не играл Все Спасибо за субтитры DimaTorzok Надо оплыть мой этот Понять С кем я тут соседствую Ну это вот явно горга Это А это бразилец Ну горга я как бы не особо Хотя если ему придет в голову На меня Сухопутными юнитами нападать То в принципе вот тут переплыть Не проблема По хорошему то Есть синтуки, вишневецки Или вы воюете? Нет, не воюет Дивайден рул А саунд Знаете, я наверное пока Хотя все города с района Ну вот у меня нету районов пока Мне античную республику брать Может взять автократию? Спарт, дашь проплыть? Плюс один ко всей продукции все-таки Право проходит И 10% к строительству чудес Давайте автократию Так, где тут у нас Плюс 15 При строительстве чудес Дальше возьмем Содержание юнитов Уменьшается И плюс 2 К влиянию, видимо Спасибо Ты мне Блин Кто-то пирамиды построил Да, у нас тут уже война во всю идет Приветствую, Алексей Мы где-то встретились Что у Алексея? Мы где-то встретились Ну да, я вон приплыл К твоему к носу Ну я просто тебя не вижу Так Кстати, непонятно То есть я могу ошибаться Где он находится Тем более Вспоминая по его играх Он не всегда говорит правду Где он находится Нет, я всегда правду говорю Не ври Ты врун, а? Сейчас всегда Только правда Кредо Хорошо Хорошо, не будем ее врушать Ради посла Открою мистицизм Да, жалко с пирамидами Играйте в умные игры А на этом пока все Продолжение, надеюсь, будет завтра Спасибо, что досмотрели до конца Я Леша Халецкий Тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы досмотрели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению Моего творчества для более широких масс На этом все Играйте в умные игры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok